В Чебоксарах создан народный штаб Олега Николаева. Состоялось его первое заседание. На встречу с вриу главы Чувашии, которая идет на выборы самовыдвиженцем, пришли те, кто поддерживает его видение развития республики, как самодостаточного региона с достойным инвестиционным потенциалом. Здесь же в народном штабе собирают подписи в поддержку кандидата. Работа, нацеленная на результат. Таков девиз команды сторонников Олега Николаева. В их числе абсолютно разные по возрасту и статусу люди, но их объединяет желание перемен. Добиться их можно с помощью комплексной программы развития, которую уже называют планом конкретных действий. Ее презентация состоялась на Высшем экономическом совете. Зная его характер, черты, трудолюбие, возможности, он может для республики многое сделать. В этом мы уже убедились. Поддержка аграрного сектора очень много. Это уже чувствуем, знаем. Уже первые шаги на посту в Рио руководители региона показали. Кандидат намерен добиться экономического роста даже в это непростое время. Наконец-то свершилось, что республика будет развиваться комплексно. И это дает нам карты в руки. Ряд уже принятых законов будет способствовать развитию аграрного сектора, поддержанной отрасли культуры и спорта. То, что недавно принят закон о детях войны, это очень хороший подарок был для ветеранов к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. У нас появляются новые возможности и акцентации трех официалов во всех сферах. Олег Николаев поблагодарил всех, кто пришел его поддержать, но отметил, что работы будет много. Задача посмотреть на все стратегии, на все программы, на все мероприятия национального проекта, которые реализуются в Чувашской республике, с позиции их реализуемости, с одной стороны, в определенные сроки, с другой стороны, повышение эффективности с тем, чтобы соединить некоторые программы, с тем, чтобы у нас получилось реальное комплексное развитие. Но самое главное, самое главное, вот в рамках вот такого комплексного подхода обеспечить мультипликацию. Мультипликацию, прежде всего, объединения усилий. То есть, вкладывая бюджетные средства Чувашской республики в определенные процессы, обеспечивать дополнительный приток, прежде всего, федеральных денег и частных инвестиций. Напомним, по данным Центра избиркома республики, своей кандидатуры на должность главы региона выдвинули уже 8 человек. В их числе представители партии и самовыдвиженцы. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Павел Рядков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова